всем привет я стася и в этом видео покажу как сделать карамельную трость в технике крестик ставь лайк если любишь бисер и подписывайся на канал чтобы не пропустить новинки а мы начинаем чтобы сделать фигурку понадобится бисер номер 10 белого цвета и красного леска сечением 0 22 миллиметра длиной 40 сантиметров ножницы чтобы отрезать леску и зажигалка для того чтобы запаять узелок чтобы плетение не развалилась схема плетения плетение начинаем снизу первое звено состоит из одной белой 2 красных и 1 белые бусины крайнюю белую бусинку переплетаем крест-накрест набрали бусинки отделяем 2 красные и белую крайнюю переплетаем крест-накрест вот так затем концы лески сравнивая между собой придерживаем пальцами и на середину лески затягиваем первый крестик должно получиться вот так далее делим лески на правую часть и на левую ориентиром являются боковые бусинки справа красная слева белая это нужно для того чтобы наша схема совпадала с плетением второе звено на правую часть лески наберите пожалуйста одну белую а на левую две красные где крайнюю красную переплетаем крест-накрест плетение это выглядит так справа белая слева две красные белую отправляем к плетению там где красные разделяем их между собой и крайнюю переплетаем крест-накрест аккуратно затягиваем этот крестик к нашему плетению не торопитесь пожалуйста и вот вы сделали второй крестик затем продолжаем также делить лески на правую часть и на левую теперь ориентиром является белая бусина справа а слева красная будьте внимательны третье звено на правую часть лески набираем одну красную а на левую две белые крайнюю белую крест-накрест как это выглядит в плетении справа одна красная слева две белые красную отправляем к плетению там где белые разделяем их между собой крайнюю крест-накрест затягиваем концы лески продолжаем делить лески на правую часть и на правую часть и на левую теперь ориентиром является красная бусина справа а слева белая четвертое звено на правую часть лески одну белую а на левую две красные технику повторяем белую белую отправляем красные разделяем крайнюю переплетаем затягиваем пятое звено на правую часть лески наберите пожалуйста одну красную на левую две белые технику повторяем белую крест-накрест справа красные слева две белые красную отправляем к плетению белые разделяем крайнюю крест-накрест и подтягиваем какие-то вы молодцы. Половину уже сделали. Седьмое звено. На правую часть лески наберите, пожалуйста, одну красную, а на левую две белые. Крайнюю крест-накрест. Красную, две белые. Красную отправляем к плетению. Две белые разделяем и крайнюю крест-накрест. Подтягиваем. Следующее звено будет особенным. Мы будем поворачивать нашу карамельную тросточку, поэтому обязательно соблюдайте стороны. Правая находится с той стороны, где красная бусина, а левая находится с той стороны, где белая. Плести будем на леске с левой стороны. Восьмое звено. Здесь начинается поворот нашей карамельной тросточки по кругу. Чтобы это сделать, нужно взять левую часть лески и набрать на нее две красные. Где крайнюю красную переплетаем крест-накрест. Леска слева, две красные. Разделяем их между собой. Крайнюю крест-накрест. Аккуратно затягиваем и не торопимся. Смотрите внимательно, что получилось. Вот такой треугольник. По краю слева у нас красная бусина. Также продолжаем делить лески на правую часть и на левую. Старайтесь не запутаться. Девятое звено. На правую часть лески набираем одну красную, а на левую две белые. Вот так должно получиться. Как это выглядит в плетении? Справа красная. Слева две белые. Красную мы отправляем к плетению. Белые разъединяем и переплетаем крест-накрест. Затягиваем. Продолжаем делить лески на правую часть и на левую. Не сбиваемся. Десятое звено и снова треугольник. На левую часть лески набираем две красные и крайнюю переплетаем крест-накрест. Плетение, левая часть лески и две красные. Разделяем их между собой. Крайнюю крест-накрест затягиваем. Если вы все сделали правильно, то с левой стороны у вас должна быть красная бусинка. Вот она. А с правой не должно быть никаких бусинок. Далее продолжаем делить лески на правую часть и на левую. Одиннадцатое звено. На правую часть лески набираем одну красную, а на левую две белые, где белую крест-накрест. Справа красная, слева две белые. Красную к плетению. Белые разделяем между собой. Крайнюю крест-накрест подтягиваем. Продолжаем делить лески на правую часть и на левую. Двенадцатое звено. На левую часть лески набираем две красные и крайнюю крест-накрест. Леска слева. Две красные. Разделяем бусины. Крест-накрест подтягиваем. Если вы все сделали правильно, то плетение должно завернуться в правую сторону, а все полосочки должны быть друг за другом. Красный-белый, красный-белый. Тринадцатое звено. Последнее. На правую часть лески наберите, пожалуйста, одну красную и две белые. Далее нужно будет заверзать три узелочка и завершить плетение. Наше плетение. Правая леска, красная и две белых. Завязываем узелки. Их нужно будет сделать три штуки. Раз. Два. Старайтесь крепко завязывать узелки, но не перетягивайте, чтобы леска не лопнула. И три. Вот так должно получиться. Теперь нужно отрезать лишнюю леску ножницами, отступив при этом примерно полтора миллиметра от узелка. Далее нам нужно закрепить узелок, чтобы он не развязался, с помощью огня. Будьте внимательны, очень медленно подносите огонек к усикам нашего узелка, чтобы не спалить сам узел. Не торопитесь. И вот так пальчиком прибиваем. При необходимости можно узелок не запаивать с помощью огня, либо использовать бесцветный лак, чтобы закрепить его, чтобы он не развалился, если вдруг вам не разрешают пользоваться зажигалкой. И вот мы сделали первую половинку. Она плоская. Для того, чтобы сделать вот такую объемную половинку, вам нужно сделать две такие половинки. А затем сшить их по боковому шву. Внизу я прикрепила видео, как это сделать, если вы не знаете, как сшивать две половинки. Там все подробно рассказано. И в результате у меня получилась вот такая тросточка. Я сделала из нее колечко. Ставь лайк, если понравилось, как это сделать. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам творческих успехов. А я желаю вам творческих успехов, вдохновения и отличного настроения. До новых встреч в моих новых видео. Пока!